Спасибо большое за мир Ахмедовна. И данный вариант скрининга не приносит идеальных перспектив, да и в принципе он, конечно, лучше, чем никакой скрининг, но ожидать от него значимых результатов не стоит. Наиболее важный момент должен был направлен на организацию скрининга, именно на популяционный охват. Мы тоже только что об этом достаточно подробно говорили. Важно здесь что понимать, что мы, конечно, хотим надеяться и рассчитывать на сознательность наших людей, возможно, будущих пациентов, но очень важно понимать, что также со стороны системы, со стороны здравоохранения должны быть созданы все условия. Должны быть приглашения, должны быть системы учета, и это, наверное, мы должны уже отойти от формата, что мы приходим в поликлинику и смотрим, в каком году мы родились и что в этом году нам положено. Возможно, мы можем получать вместо рассылки в WhatsApp или сообщениях о каких-то акциях в продуктовых магазинах точно так же приглашение на скрининг той или иной локализации. Ракши и кематки – это именно та локализация, на которую должен быть направлен основной приоритет, потому что это локализация, которая удовлетворяет всем позициям скрининга. По сути, это самый эффективный и экономически эффективный метод скрининга. Я вам привожу здесь две диаграммы заболеваемости и смертности по наиболее частым локализациям среди женщин. Вы можете обратить внимание относительно шейки матки. Это оранжевая у нас локализация. Вот что заболеваемость, что смертность, она остается примерно идентичной. Вот можете посмотреть в плане чего, что сам скрининг, он недостаточно хорошо работает, несмотря на простоту и доступность данного метода. Не только в России, но и во всем мире. Ежегодно умирает большое количество женщин. Это более 300 тысяч и регистрируется более полумиллиона новых случаев. В общей структуре заболеваемости ракши и кематки занимает порядка 7%. На что хотелось бы обратить внимание, что, к сожалению, за последние десятилетия мы видим, что заболевание становится более активным именно в репродуктивном возрасте. То есть это первая причина заболеваемости и смертности среди женщин 30-39 лет. А это наш наиболее активный потенциал, как рабочий, так и репродуктивный. Здесь представлена наша диаграмма. Вы можете посмотреть, насколько значимо есть увеличение смертности от рака шейки матки у женщин в возрастной группе младше 45 лет. И, к сожалению, мы уже опережаем рак молочной железы, который встречается чаще. Относительно шейки матки есть очень важное понимание, что процесс этот практически проходит безболезненно. То есть даже когда у женщины существует большой экзофитный компонент, большая опухоль, ей может ничего не беспокоить. Единственное, что ее беспокоит наиболее часто, это кровянистое выделение. Но если мы с вами вспомним, какая наиболее сейчас все-таки поражаемая группа, это группа репродуктивного возраста женщин. Но и в целом логично, что у женщины каждый месяц происходят какие-то кровянистые выделения. И далеко не каждая женщина обращается к гинекологу от того, что у нее менструация наступает реже или вообще не наступает. Наиболее впечатляющей программой скрининга, которая заставила достаточно сильно взглянуть на эти позиции, страна, которая, в общем-то, считается победившей рак шейки матки, это Финляндия. У них программа реализована в 60-х годах прошлого века, и они достигли потрясающих результатов. У них в 20 раз ниже заболеваемость и смертность от рака шейки матки. Здесь представлены данные относительно частично экономической эффективности и относительно частоты забора мазков в странах, которые характеризуются хорошим уровнем скрининга. Важно понимать, что очень высокий процент гипердиагностики, зачастую в этих случаях нужно только наблюдение, но скрининг должен быть четко организован. Мы должны четко понимать, находя какую патологию, что мы должны делать. На настоящий момент в ВОЗМ рассматриваются 4 варианта методик цервикального скрининга. Это цитологическое исследование. Я хочу обратить внимание, что принципиальной разницы между жидкостным исследованием и традиционным, по мнению ВОЗДа и большинства организаций, по сути, не существует. Важен именно сам метод цитологии. В ВПЧ-тестирование очень перспективный метод. Он используется в некоторых странах как единственный метод скрининга, но наиболее часто это ко-тестирование. Отдельно, чуть позже коснусь кольпоскопии, метод в качестве скрининга не рекомендуется. И особенно в постменопаузе он рекомендуется только как метод диагностики. Окраска цитологических исследований только по Папе Николау. Это прописано и в наших современных приказах, и в общемировых. В общем-то, теоретически основы самого цитологического скрининга, они давно разработаны, они хорошо разработаны. Очень важно, знаете, что сама методика, она достаточно технична. И мы зачастую получаем ложно-отрицательные результаты, и это не потому, что есть дефекты в окраске, это не потому, что есть дефекты в работе цитологов или лаборантов. На это приходится максимум до 30%. Наиболее часто это именно патология забора. Я чуть позже покажу анатомию шейки матки, на что стоит обращать внимание. Если мы сравним традиционную жидкостную цитологию, то мы поймем основное преимущество жидкостной цитологии. Кроме того, что есть так называемая унификация забора, то есть мы берем достаточно универсальной щеткой из тервикального канала с поверхности шейки матки. Это упрощает забор цитологического мазка, например, не врачами, а персоналом среднего медицинского звена. Но в жидкостной цитологии существует огромный значимый плюс. Особенно это важно, например, если у вас пациентка молодого возраста, то есть недостигшая 30 лет, или у пациентки, у которой еще не было в анамнезе беременности и родов. Дифференциальная диагностика между тяжелой дисплазией и легкой дисплазией. Возможность выполнения иммуноцитохимии, возможность выполнения маркеров P16 и K67. Минус жидкостной цитологии в том, что она достаточно дорогостоящая, и она не входит, по сути, в систему ОМС. Это только в ряде регионов, поэтому зачастую пациентам приходится оплачивать ее самостоятельно. Всем известно, что рак шейки матки вызван вирусом папиллома человека. Это на настоящий момент самая распространенная инфекция, которая передается половым путем. И более 660 миллионов людей в мире инфицированы вирусом папиллома человека. Важно очень понимать, что вирус папиллома человека вызывает недалеко не только рак шейки матки. Просто это наиболее часто встречающаяся локализация. Существует ВПЧ-ассоциированный опухоль. Это опухоль орофарингеальной зоны, опухоль аногенитальной зоны. И также ВПЧ поражает и мужчин. Это опухоль полового члена анального канала. Поэтому сознательный человек должен знать свой ВПЧ-статус. И партнеры должны знать свой ВПЧ-статус. Наибольшим онкогенным потенциалом обладает 16-й и 18-й типы вирус папиллома человека. Здесь достаточно интересное исследование профессора Дирнлера из Швеции. О чем оно говорит, что если мы однократно у женщины выявили ВПЧ именно 16-го типа, то в течение 12-18 лет практически у половины женщин так или иначе будет дисплазия шейки матки. ВПЧ-тестирование наиболее эффективно, когда мы его используем у женщин после 30 лет. Оно, по сути, позволяет нам сформировать группы динамического наблюдения. То есть наличие вируса папиллома человека не говорит, что сейчас у женщины есть патология шейки матки. Оно говорит лишь о том, что, во-первых, женщине необходимо более углубленное обследование. И также, что женщина находится в группе риска. Наличие персистенции вируса папиллома человека позволяет нам также мониторировать пациентов после лечения, потому что остаточные проявления вируса папиллома человека нам часто говорят в пользу вероятного рецидива заболевания тяжелой дисплазии и онкологических процессов. Существуют различные варианты тестирования на вирус папиллома человека. Наиболее простой и популярный способ – это полимеразная цепная реакция. Также существуют достаточно сложные, но высокочувствительные тесты двойного гибридного захвата. Это тест Дайджин. Он не входит в систему ОМС, в отличие от ПЦР-теста, который наконец-то с этого года включен в систему ОМС. И пациентам показано ко-тестирование. Предраковые заболевания шейки матки крайне эффективно лечатся. И по сути любой случай инвазивного рака – это наша упущенная возможность. Наиболее значимая патология – это тяжелая дисплазия. Это так называемый облигатный предрак. То есть процесс, который без лечения перейдет в рак шейки матки. Это не занимает один месяц, это не занимает год. В среднем это занимает от 3 до 5 лет, иногда до 10 лет. Легкая дисплазия – это состояние, по сути, обратимое. Без легкой дисплазии, без вирус папиллома человека не бывает. Но это не означает, что мы должны незамедлительно приводить к каким-то хирургическим манипуляциям. Такую категорию женщин часто можно наблюдать. Предрасполагающими факторами к развитию предопухолевой патологии, кроме достаточно стандартных курений, алкоголей и различных психоэмоциональных состояний, также приводит нарушение микрофлоры и нерегулярное, по сути, соблюдение половой гигиены. Относительно метода расширенной кольпоскопии. Это абсолютно чудесный метод. Я очень люблю кольпоскопию. Но что мне хочется сказать, и эта позиция крайне принципиальная. Мы не делаем кольпоскопию, пока нам неизвестны результаты цитологических мазков и пока мы не знаем ВПЧ-статус пациентки. Потому что кольпоскопия – это метод, когда мы осматриваем визуально шейку матки, мы обрабатываем ее специальными растворами и находим очаги подозрительные. Эти очаги требуют дальнейшего действия. Эти очаги требуют либо биопсии, либо наблюдения. Но для того, чтобы нам сформировать нашу стратегию, у нас должны быть объективные методы. Объективные методы – это онкоцитология и анализ на вирус папиллома человека. Потому что кольпоскопия – метод крайне субъективный и достаточно сложный для интерпретации. На самом деле, кольпоскопия, мы когда хотя бы один раз ей обучаемся, мы не должны потом в дальнейшем подтверждать наши знания. Нет никакого контроля качества, по сути, за кольпоскопистами. Поэтому оценить квалификацию врача, который выполняет кольпоскопию, говорить, что это метод скрининга, достаточно затруднительно. Что еще хотелось бы сказать относительно кольпоскопии – это тот момент, когда у пациента присутствует ВПЧ 16-го типа. Если мы видим вирус с таким высоким онкогенным потенциалом и даже с отсутствием какой-либо патологии на шейке матки, то здесь есть показания для выполнения биопсии либо подозрительных очагов, либо участков зоны трансформации. Потому что при наличии данного вируса достаточно часто мы можем встречать патологию, которая находится на более глубоком эпителии. Относительно стыков эпителии, относительно забора цитологических мазков. Очень важно нам с вами, когда мы берем мазок, вот эта вот поверхность, которую мы видим глазом, это цервикальный канал. Чтобы мы захватывали вот этот вот стык эпителия, вот эту вот зону превращения и забирали мазок как из цервикального канала, так и из поверхности шейки матки. Лучше брать его цитобравшими, чтобы это был все-таки раздельный мазок, даже если вы потом его берете в одну баночку жидкостной цитологии. Его эффективность повышается практически до 20%. Еще хочу обратить внимание, как выглядит в норме зона трансформации. Это могут быть и овали на боте, так называемые воспалительные кисты, и участки эктопии. И это нормальный вид зоны трансформации. Шейка матки абсолютно не должна быть идеально гладкой. Существуют, это тоже все варианты нормы. Существуют абсолютно различные зоны трансформации. Для будущих гинекологов это... Прошу прощения. Назад можно вернуть на один слайд? Маленькую? Спасибо. Очень важно понимать вот эти вот зоны превращения. Вот эта норма, и часто называется это эрозия, это эктопия физиологическая. Это физиологический вариант нормы, и это также физиологический вариант нормы. Поэтому не нужно стремиться к идеальному вот такому гладкому виду шейки матки. Нужно повышать качество своего образования и понимать, что выполнять деструкцию эрозии, деструкцию эктопии не нужно. Мы сами лишаем себя осмотра вот этой вот сложной зоны трансформации, перехода плоского эпителия в цилиндрический. И сами решаем себя возможности выполнения кольпоскопии как дополнительного метода. На кольпоскопии достаточно хорошо видно. Посмотрите. Это картина легкой дисплазии. После обработки уксусной кислотой мы видим участки ацетобелого эпителия. Он достаточно белый, действительно плотный. Но если мы посмотрим, как он выглядит при тяжелой дисплазии, вы легко увидите разницу. И разница в толщине поверхности, и разница в плотности эпителия. Точно так же вот на этой картине. Поэтому здесь нужно насматривать и насматривать большое количество случаев. Тогда вы будете уверены в вашей грамотности. Морфологический метод используется. У него есть специальные характеристики. Когда он необходим для использования, все представлены на слайде. Можно использовать как и хирургическую энергию радиоволну. Вы можете использовать ножевую биопсию. Можно использовать конхотом. Но зачастую гистологи информируют нас о том, что сжимается пласт ткани. И это затрудняет диагностику. Очень хорошим методом является так называемая панч-биопсия. Когда мы получаем столбик ткани и берем таким круглым биопсийным инструментом. Я вам привела здесь клинический случай. Я эту картинку показываю периодически. Эта пациентка ей 32 года. Она ежегодно наблюдалась у гинеколога. И вот та картина, которая в итоге у нас была верифицирована как инвазивная ВПЧ-ассоцированная карцинома. Посмотрите, какой размер опухоли шейки матки. 2,5 см. Она пришла к онкогинекологу с другой жалобой. Она наблюдала эрозию. Вот эта, по мнению гинекологов эрозии, это достаточно часто, по мнению гинекологов эрозии. А это классическая картина экзофитного рака шейки матки. И на самом деле, мне кажется, она достаточно ярко видна. Отличие вот этой клинической картины. Например, от вот этой. Хотя это тоже предрак. В итоге пациентке была выполнена достаточно радикальная хирургия, пусть и с частичным сохранением гормональной функции. Основные проблемы, которые существуют в России, это недостаточное качество цитологической окраски, потому что, несмотря на приказ, окраска по Папа Николау не делается. На самом деле, достаточно дискутабельный момент относительно окраски стандартной гематоксилины Азин. Он традиционно используется на территории Российской Федерации, но каких-то именно радионизированных методов сравнения данных окрасок выполнено не было. Проходит такое исследование сейчас на территории Санкт-Петербурга. И когда будут такие данные, я думаю, мы со всеми поделимся. Очень важен контроль. Контроль первичных тестов, контроль, опять-таки, кальпоскопистов, контроль гистологов. Обязательно у каждой женщины должен быть анализ на вирус папиллома человека. Да, до 30 лет это дискутабельно, хотя нужно понимать, во сколько женщина начала половую жизнь. Но пациенты должны свой ВПЧ-статус знать. И все-таки стремиться к популяционному скринингу с широким охватом и стандартным приглашением пациентов. Мы видим традиционно высокие показатели заболеваемости смертности от рака шейки матки в крупных городах. И вроде бы кажется, что у нас все очень даже неплохо. Но на самом деле, отъехав недалеко от Санкт-Петербурга, Москвы и наших крупных городов России, мы видим совсем другую картину. Зачастую очень часто не хватает ресурсов также патоморфологической службы. Относительно того, что нам необходимо делать дальше, то потенциально это переход на ВПЧ-скрининг. Это действительно экономически эффективный и клинически эффективный метод. Полноценно до конца исследуется именно первичный ВПЧ-скрининг. Финляндия частично перешла на первичный ВПЧ-скрининг. Вот, надеемся, какие-то скорые результаты тоже сравнительные увидите. Относительно вакцинации. Это, конечно, не скрининг, не вторичная профилактика. Это первичная профилактика. Но важно понимать, что вакцина существует. Вакцинация у женщин, видите, на какое большое количество процентов, практически 90%, снижает риск ВПЧ-ассоциированных заболеваний. Потому что скрининг рака шейки матки, он доступен. А вот скрининг у рафарингеальной зоны, скрининг анагенитальной зоны ВПЧ-ассоциированных опухолей на настоящий момент именно достоверных, с высокой специфичностью, чувствительности методов нет. Здесь представлена достаточно стандартная схема. Можно с ней ознакомиться. Это с сайта ВОЗ относительно программы скрининга вакцинации. Оптимально, да, девочке с 9 до 13 лет. Но также вакцина применима и для мальчиков. И на настоящий момент показатели для вакцинации расширены. До 45 лет мы можем вакцинировать и мужчин, и женщин. Вакцина гендерно-нейтральная. На этом слайде представлена схема вакцинации и существующие вакцины. На настоящий момент в Российской Федерации есть вакцина Гордосил-4. Она защищает от 16-18 типа и низкоонкогенного 6-11. Вакцина Гордосил-9 на настоящий момент в России не одобрена к применению. Но уровень защиты от 16-18 типа в вакцине Гордосил-9 и Гордосил-4 идентичный. Поэтому, учитывая то, что доступности этой вакцины нет, и пока данных о ее легализации тоже нет, не имеет смысла ее ждать. Если показана вакцинация, то надо вакцинироваться Гордосилом, который сейчас существует на территории Российской Федерации. В национальный календарь прививок, к сожалению, данная вакцина не внедрена. Вакцина оригинальная, производство указано, и вакцина, к сожалению, достаточно дорогостоящая. Но она может защитить вас и ваших детей от рака шейки матки, от ВПЧ-ассоциированных опухолей. Поэтому, если мы можем предотвратить хотя бы один из этих раков, давайте это сделаем вместе. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...